В эти выходные стало известно, кто делает лучшее радио на Дальнем Востоке. На одной из площадок ДВФУ на острове Русский состоялся фестиваль «Вместе медиа Дальний Восток». Конкурс собрал журналистов и специалистов в области радиовещания со всего Дальневосточного округа, а Всероссийская конкурсная комиссия определила победителей. Ими стали сразу две станции из Владивостока – Лема и Радио Ви Би Си, забрав весь пьедестал. Радиоведущие и шоумены отмечают, конкуренция была серьезная. И несмотря на это, в номинации «Ток-шоу» первое место третий год подряд, подтвердив свое лидерство и профессионализм, заняла утренняя программа радиостанции «Лема» – «Лемонад», до этого известная как «Первая пара». Соревноваться было трудно, все происходит в два этапа. Во-первых, оценивают московские эксперты твои работы, потом здесь уже собирается площадка под кураторством какого-то столичного эксперта, гостя. И мы вместе слушаем работы как и свои, так и конкурентов и выставляем оценки анонимно. И по итогам выясняем, кто занял третье, второе, первое место. Несмотря на небольшую замену формата и смену одного из ведущих, шоу «Лемонад» осталось все тем же любимым и узнаваемым слушателями. На конкурс были отправлены материалы за год. Выбор пал на необычный формат – «Радиомост с Камчаткой» – проект, который придумала команда радиостанции. К слову, идея будет реализована и с другими городами России. «Мы делали радиомосты с тем же Магаданом, с Петропавловском-Камчатским, с Якутском. Сейчас в планах сделать радиомост с одним из сибирских городов, с сибирской радиостанцией. Смысл в том, что мы вещаем на два города, то есть на Владивосток, и мы выставляли работу радиомост с Камчаткой, то есть Петропавловск-Камчатской. И мы развенчивали стереотипы. То есть наши слушатели заранее задавали вопросы, а правда, что на Камчатке вот это? А Камчаталы задавали такой же вопрос, а правда, что во Владивостоке вот это? И в режиме 40 минут прямого эфира мы отвечали на эти вопросы. А диплом за второе место комиссия конкурса «Вместе медиа Дальний Восток» присудила ведущим шоу «Быстрого реагирования» – вечернему шоу «Лема». Бронза же досталась молодому, но набирающему обороту проекту радио Ви-Би-Си – «Сестренке шоу». А это утренние шоу «Сестренки». Именно с них начинается каждое утро Владивостока. Утро, которое мы заслужили. В номинации «Тематическая программа» радиокомпаниям холдинга «Бизнес Кейс» также не было равных. Первое место занял авторский проект Дмитрия Шакина «Лучший город земли», который можно ежедневно не только слышать на радио Ви-Би-Си, но и смотреть в эфире восьмого канала. Телеверсия позволяет узнать еще больше интересного и уникального о нашем городе и его людях и отражает высокий запрос горожан на исторические и краеведческие материалы. Авторский проект Дмитрия Шакина получает высокие оценки снатоков-краеведов. Владивосток в очередной раз доказал – Приморская земля богата талантами. Теперь нашим журналистам и радиоведущим из «Бизнес Кейса» предстоит подтвердить свое звание на финальном межрегиональном этапе конкурса в Москве. Пожелаем коллегам удачи! Добавим «Вместе медиа» – это авторитетная площадка региональных фестивалей для медиасообщества с финалом в Москве, на которой принято делиться опытом и профессиональными секретами и вручать награды самым прогрессивным и ярким среди медиасообщества. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.